19 часов. Украинская столица. Мы продолжаем информационный день на ЮЭТВ. Выпуском новостей. В студии работает Артём Бибик. Добрый вечер. На передовой. С начала суток без потери, но зафиксированы обстрелы. Боевики семь раз открывали огонь по украинским позициям, сообщили в пресс-центре объединенных сил. Из стрелкового оружия оккупанты обстреляли Невельское у Певденовой Красногоровки, выпустили гранаты, а в районе Троицкого били из автоматических гранатометов и пулеметов. Запуск российских поездов в Крым осудило посольство США в Украине. Об этом написали на официальной странице депредставительства в Твиттер. В США считают, этот шаг демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины. Ранее незаконное открытие железнодорожного сообщения между Россией и Крымом осудили в ЕС, а прокуратура аннексированного полуострова открыла дело по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». На 10% увеличились закупки вооружения для украинской армии в этом году, сообщает Укроборонпром. По их данным, воинам передано 7 тысяч единиц вооружения и техники, в частности 700 ракет, 90 летательных аппаратов, 5 катеров и кораблей, сообщили в Министерстве обороны. Также в армию поставляют все больше новинок техники. К примеру, продлили контракт с Вашингтоном на поставку джавелинов. Это переносные противотанковые ракетные комплексы, отметил министр обороны Украины и добавил. Цель ведомства – создать новую систему закупок, максимально прозрачную и открытую. «Боеспособность – наше все» – это основная цель развития вооруженных сил. Мы внедряем централизованную закупочную организацию, то есть мы централизуем аппараты закупок, чтобы экономить на стоимости, на оптовых закупках. Особенно это касается крупных позиций. К примеру, топлива. Пробег с Украиной в сердце. Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады устроили забег от Мариуполя до Широкина. Более ста военнослужащих преодолели сложную трассу меньше, чем за час. Как это было, видели мариупольские корреспонденты UATV. Пробег стартует на бок по столу у Мариуполя и ведет до крайней точки подконтрольной украиней территории Широкина. Через несколько километров от финиша уже временно оккупированная территория. Бежать 10 километров непросто. Дорога в воронках от снарядов. Достаточно, чтобы показать свои возможности. Можем мы или нет. Я думаю, мы сможем. 10. Я еще так раньше не бегал. Преимущественно 5 километров бегаю. А 10, думаю, это можно преодолеть. Тем более, до военной службы нас готовили к таким длительным дистанциям. Перед забегом для бойцов традиционная разминка. Упражнение для мышц шеи. Исходное положение руки на поясе. Ноги на ширине плеч. Наклоны вперед, назад, влево, вправо. Начинай. Раз, два, три, четыре. И вот на стартовой линии 102 бойца горно-штурмовой бригады. По пути у бегунов украинские сева Лебединская, Бердянская и другие. Те самые, которые они каждый день защищают от российского агрессора. Первым за 40 минут дистанцию преодолел Николай. Победу посвятил своей семье и Украине. Отцу покойному хотел бы посвятить. Всей семье. Всем. А лидер среди женщин Татьяна уверяет, без поддержки побратимов пришлось бы тяжело. И во время забега, и в окопах. Очень меня поддерживали. Благодаря этому я смогла. Говорят мне, ты что, собираешься меня перегнать? А я говорю, да. И к финишу мы вместе прибежали. После забега бойцы горно-штурмовой бригады вернутся к службе. А челлендж на 10-километровую пробежку передали 128-й горно-штурмовой бригаде. С трассы они должны определиться самостоятельно. Десятая гирская штурмовая бригада «Марафон». Десятая горно-штурмовая бригада «Марафон» от Мариуполя до Станицы выполнила. Челлендж передаем 128-й горно-штурмовой бригаде. Слава Украине! Героям слава! Надежда Сухорукова, Борис Яковенко, Донецкая область, ЮЭй-ТВ. Генеральной прокуратуры больше не будет. 2 января вместо нее заработает офис генпрокурора. Об этом на брифинге заявил руководитель ведомства Руслан Рябошапко. По его словам, сейчас завершился первый этап аттестации прокуроров. Свыше 600 человек из тысячи ее прошли. Им уже предложили должности в офисе генерального прокурора. Завершить переаттестацию планируют до сентября следующего года. Никто ничего подобного в Украине не проводил. Никогда еще ни одна из институций не проходила через такой этап трансформации, который включал оценку каждого из прокуроров. В частности, это знание законодательства, проверка на доброчестность. А также через трансформацию, которую мы привлекли международных наблюдателей. Переаттестация ваших прокуроров в Генеральной прокуратуре Украины – первый шаг к переаттестации всех прокуроров. И это важный шаг вперед к надежной системе законов в Украине. Суд по делу о теракте в 2015 году в Харькове закончился. Приговор троим подозреваемым будет оглашен 28 декабря. Прокурор просил для них лишения свободы пожизненно с конфискацией имущества. Подробности расскажет Наталья Белокудрия. Она с нами на прямой связи. Наталья, почему именно на таком приговоре настаивает обвинение? Добрый вечер, коллега. Мы только что завершили заседание судебное по терактору около Дворца Спорта. Хочу сказать, что оно было очень эмоционально. Прокурор во время дебата вогласил, что все трое обвиняемых – это Титюцкий, Башлыков и Дворников. На их обмене настаивает Российская Федерация. И он просит суд признать им наказание в виде лишения свободы до вечной. Но что касается их меры пресечения, то меру пресечения он попросил суд изменить. Из содержания под стражей на личное обязательство. Время родственники потерпевших, которые также находились в суде, очень эмоционально начали реагировать. Многие плакали. И прокурор, который сказал, что он пять лет вместе с ними был в этом суде, понимает их боль. Но эти фамилии уже были оговорены президентом Парижа во время переговоров. И поэтому они включены в обмен. И в субботу будет приговор. Мы услышим решение суда и по приговору, и по изменению меры пресечения. Также мы успели пообщаться с адвокатом потерпевших, Оливовым Головковым. Он сказал, что такое решение категорически они не принимают и будут бороться дальше. Будут открывать криминальные производства дальше и не оставят так это дело. Мы все в субботу, только на этот момент это все на нас. Моя коллега Наталья Белокудра рассказала подробности о заседании по делу о теракте в Харькове 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта. Во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы революции достоинства произошел взрыв. Тогда погибло 4 человека, в том числе 15-летний Даниил Дидик. Еще 9 человек пострадали. На данный момент на скамье подсудимых трое харьковчан. Самосудебный процесс длится уже 5 лет. А теперь переходим к другим темам. Они вот о чем. Армия, церковь и волонтеры – лидеры доверия украинцев среди социальных институций. Всеукраинский опрос проводил фонд «Демократические инициативы». Эксперты высчитали баланс доверия по совокупности положительных и отрицательных ответов. Например, доверие армии выразили почти 70% опрошенных, недоверие – примерно 22% в антирейтинге на первом месте российские СМИ. Для сравнения, украинским доверяют больше половины респондентов. Вызовом для власти социологи называют недоверие судам и антикоррупционным органам. Набу – минус 36, специальная антикоррупционная прокуратура – минус 40, Национальное агентство предотвращения коррупции – минус 40, антикоррупционный суд – минус 42. Вопросы борьбы с коррупцией чрезвычайно важны, но мы видим, что граждане наперед не доверяют новосозданным органам. Меньше, чем украинским судам доверяют только российским СМИ. Поэтому восстановление доверия к правосудию – одна из основных задач. Организатора декабрьских акций против интеграции с Россией арестовали в Минске. Политик Павел Северенец проведет 15 суток в изоляторе. Кроме того, судья выписала ему штраф. Северенцы задержали этим утром у подъезда. Несмотря на арест, политик призвал выйти на новую акцию протеста против интеграции 29 декабря. До 20 увеличилось количество жертв тайфуна Фанфан на Филиппинах. Стихия обрушилась на архипелаг 25 декабря. Скорость ветра достигала 57 метров в секунду. Больше 4000 человек прошлось эвакуировать за ночь. Тайфун разрушил около сотни домов. Филиппинские авиакомпании отменили все внутренние авиарейсы. Кроме того, судам запретили покидать порты. И 20 тысяч пассажиров не могут уехать. По прогнозам синоптиков, тайфун покинет территорию Филиппин к вечеру пятницы или в субботу. Нам необходима еда, одеяло, туалетные принадлежности. Что-либо практичное и полезное. Вот что нужно. Я надеюсь, мы получим помощь. Пересадку сердца впервые за 15 лет провели в Украине. Сделали это в Ковельской больнице на Волыне, сообщает пресс-служба Института сердца. Трансплантацию провел гендиректор Института Борис Тадуров. Вместе с местными врачами донором стал 40-летний мужчина, который упал с высоты. У него диагностировали смерть мозга. Пересадка прошла успешно. Пациент чувствует себя хорошо. Мы только закончили вшивать донорское сердце. Оно сейчас сокращается, идет. Пока еще не догрели больного 34 градуса. Догреем. Два с половиной часа у нас сердце находилось вне кровообращения. Поэтому нужно будет дополнительное время покрутить искусственное кровообращение, чтобы оно уработалось. Новое звучание украинского гимна. Молодежный симфонический оркестр Украины и поп-исполнитель Дзидзё записали свой вариант государственного гимна. Одним из первых его слышал Артем Голуб. Национальный гимн Украины исполняет молодежный симфонический оркестр. Коллективу всего два года. Участники собраны со всей Украины и не только. Скрипач Георгий учится в Сингапурской консерватории и специально преодолел более 8 тысяч километров, чтобы участвовать в записи. Каждый год проводится отбор в два этапа. Затем формируют коллектив. Мы также имеем большой резерв музыкантов и можем меняться друг с другом. Каждый музыкант возрастом до 22 лет из любого учебного заведения может попробовать себя. Создатель и дирижер молодежного оркестра Украины Оксана Лынев. Первая женщина-дирижер одного из самых больших оперных театров Австрии. Мне захотелось создать коллектив, который объединит Восток и Запад Украины. У нас 75 участников молодежного оркестра. Они собраны из более чем 25 разных населенных пунктов. Днепро, Северодонец, Крым, Одесса, Коломыя, Тернополь. Мы подумали, что исполнить гимн – это важное событие. А исполнил украинский гимн Михаил Хама, известный как «Дзидзе». Он надеется, что именно эта версия будет звучать перед играми украинской футбольной сборной на Евро-2020. Это будет подарок для Украины. Мы разошлем нашу запись по радиостанциям, научным учреждениям. Я бы очень хотел сделать для этого все, чтобы именно наш вариант гимна зажигал сердца украинцев, вел их к победе. Я искренне верю, что сборная Украины может победить. Полностью готовый вариант нового звучания государственного гимна украинцы услышат уже после Нового года. Артем Голубь, Юрий Шульга, UATV. Об этих и других новостях читайте на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. Итоги сегодняшнего дня будем подводить в следующем выпуске новостей на русском. Это в 21 час по Киеву. Мы собираем самое главное за сегодня. Не пропустите! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова